Лучшее украшение вашей руки. Вещь настолько удобная, полезная и даже статусная, что, наверное, никогда не выйдет из моды. Я говорю о наручных часах, конечно же. Ну а отличные часы всегда можно приобрести в часовом ювелирном магазине alltime.ru. Доставка по всей России без предоплаты. Только официальные поставки оригинальных часов. Год дополнительной гарантии от магазина. А кроме того, скидка 10% по промокоду SOKOL. Да-да, вся информация есть в описании. А также ссылка на магазин alltime.ru. Ну а я начинаю. Приветствую, меня зовут Сокол. Высоко-то как здесь, однако. И сегодня я расскажу вам про фильм «Прогулка». Ладно, я знаю, что вы мне не верите. Фильм-то «Прогулка» примерно точно так же снимался. Но ему, однако, все верят. И вот почему. Сейчас я вам об этом расскажу. Да-да-да, большинство моментов в этом фильме сняты были в павильонах в хромакейном антураже. И это понятно, поскольку башен близнецов нынче в наличии не имеется. Да и кроме того, ни один здравомыслящий режиссер не загнал бы своих актеров на такую высоту. Но в отличие от моих самопальных спецэффектов, в которые поверить можно только в измененном состоянии сознания, при просмотре фильма веришь во все, что творится на экране. Спасибо Джозефу Гордону Левиту, исполнителю главной роли, за прекрасную актерскую игру. Спасибо мастерам по спецэффектам. И самое главное, спасибо Мэтру Роберту Зимекису. Это же надо. Зимекис сделал все самые мои любимые фильмы. «Назад в будущее», скоро, кстати, грядет тот самый день. «Форест Гамп», «Изгой», «Кто подставил кролика Роджера». И вот теперь «Прогулка». Честно скажу, мне наплевать на то, как его оценивают критики. Я уже влюблен в этот фильм. Мне он показался прекрасным во всех отношениях. Уже давненько я не испытывал такую бурю нахлынувших на меня эмоций. Фильм сделан с невероятной любовью, теплотой и вниманием к мелочам. А кроме того, он наполнен авантюрным духом и хорошим юмором. Но давайте я все же чуть снижу пафос хвалебных речей, поскольку синдром завышенных ожиданий может сыграть с вами злую шутку. Это мне понравился фильм. Не факт, что вам он придется по вкусу. Ну да не об этом сейчас. Расскажу кратко о сюжете. Джозеф Гордон Левитт играет французского канатоходца Филиппа Пити, который в 74-м году совершил один из самых невероятных трюков в истории. Прошел по канату между двумя башнями-близнецами в Нью-Йорке. Я протяну трос между башнями Всемирного торгового центра и пройдусь по нему. Хм, удачи! Глядя документалку об этом, уже можно ощутить то счастье и восторг, которые испытывали действующие лица этих событий. И я рад, что художественный фильм Зимекиса не только смог передать все эти эмоции, но и заставил нехило так попереживать за персонажей. Самое главное, фильм не просто рассказывает историю, но и объясняет в чем ее смысл. В отличие, например, от пустого фильма Эверест, который даже не пытался объяснить то, зачем люди рискуют своими жизнями. Да что там, даже показать не смог. Здесь же я понимал Филиппа полностью, и я наслаждался красотой момента вместе с ним. Да, Филипп по большому счету ненормальный мечтатель, но все же понять его действительно можно. Я еще раз повторюсь, что я давно уже настолько глубоко не погружался в фильм. Пока что прогулка это лучшее, что я видел в этом году. Черт возьми, опять в похвалу ударился. Ну ладно. Так вот, Джозеф Гордон Левитт для этой роли научился жонглировать, подтянул свой французский, и самое главное, наловчился ходить по канату на высоте 4 метров. Его инструктором и наставником во всех этих делах выступил самый настоящий Филипп Пяти. Да-да, сам делишний Филипп Пяти. Он просто не мог допустить, чтобы история и человек, который его играет, выглядели бы ненатурально. Поэтому Зимекис следовал его рекомендациям, пытаясь построить грамотное кино. Возможно, именно такой подход Зимекиса и наполнил фильм столь большой дозой светлых эмоций и напряженных переживаний. Роберт, кстати, мечтал снять этот фильм с тех пор, как прочитал детскую книжку. Человек, который шел между башнями. Примерно лет 10 назад он прочитал ее. Эта история его удивила и очаровала. В ней уже было все, что требуется для убедительного и очень эмоционального фильма. Потом он прочел книгу Филиппа Пяти, убедился, что все это было правда, и еще больше загорелся желанием сделать этот фильм. Конечно, полной достоверности в итоге от картины ждать не приходится, поскольку это все же художественное кино. Сам Зимекис говорит, что, конечно, в жизни все намного сложнее, но фильм от этого страдать не должен. Так что картина рассказывает нам о человеке, который опьянен мечтой. Мечтой о красоте и о себе в центре этой красоты. Это, конечно, эгоистично, но ведь все артисты в какой-то степени эгоисты. Начинается. Давайте быстрее, здесь нельзя парковаться. Особая роль в фильме отдается именно башням-близнецам. Зимекис говорит о них с такой грустью и любовью, что по неволе подкатывает ком к горлу. Конечно, грустно осознавать, что эти башни больше не украшают Нью-Йорк. Нью-Йорк, который полюбил их только после того, как Филипп Пяти прошелся между ними на натянутом канате. Но не только с эмоциями в фильме все в порядке. Высота реально ощущалась. Я рекомендую смотреть этот фильм в Аймаксе, ну или хотя бы в 3D. Местами было очень ссыкотно. Другого слова тут и не подберешь. И не зря в жанре фильма значится слово триллер. Фильм сначала нагнетает, нагнетает, а потом держит в таком напряжении, что аж сердце в пятки уходит. И еще раз поблагодарю мастеров по спецэффектам. Это действительно отличная работа. Конечно, может быть, фильм просто лег мне под настроение. Быть может, Аймакс сработал. Я не исключаю, что при повторном просмотре я немного разочаруюсь. Но я надеюсь, что этого не случится. И пока я об этом думать не хочу. Картина мне понравилась от и до. А сколько там всяких мелких приятных глазу фишечек. Ух! Естественно, золотая медаль. Таких эмоций при просмотре я не испытывал уже давно. Это чудесная лента, и я рекомендую ее к просмотру в обязательном порядке. И еще раз спасибо Роберту Зимекису за то, что подарил еще одно любимое уже мной кино. Ну, а с вами был Сокол. Вещал с высоты птичьего полета моей домашней студии. Так что это было мое мнение. Сходите в кино. Составьте свое. Пока! Я реально стоял на одной ноге, если кто не понял. Ау! А! А-а-а! 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 Продолжение следует...